Встречаются как-то в театральном кружке муравьед, гиена и тигр. И давай выяснять, кому в Японии жить хорошо. Тут подходит к ним Олени и говорит, Эй вы, бараны, займитесь уже делом. А в это время в школьном сайду зайчиха харасит волка младшекурсника. Ничего не поняли? Тогда самое время открыть выдающихся зверей. В любой хорошей фантастике сама фантастическая часть нужна лишь для привлечения внимания к сути. Так что давайте обойдемся без слова на букву F и поговорим серьезно. Или нет? Манго Бистерс. Произведение настолько восхитительное, что даже отхватило престижную премию Тайсё как лучшая манго 2018 года, переплюнув даже обещанную страну грез и созданного в бездне. Так что же в ней такого? Мультяшная в диснеевском смысле рисовка? Обилие слов о любви столь характерное для Сэнёна? Или философский подтекст? Все и сразу, но понемножку. Главная фишка – это мир. Мир, где общество а-ля наше современное, но состоит из антропоморфных животных разных видов. За одним столом могут мирно обедать крокодил и курица. Но, разумеется, мяса в меню не будет. И это главное решение и проблема всего происходящего – запрет на убийство с целью поедания. То есть вот вы себе можете представить льва, который всю жизнь питает столько бургерами, стофу и прочей вегетарианщиной? Животные едят других животных. Закон природы. Ничего подобного. Мы приучили льва питаться водорослями. А вот мангака и тагаки пару не просто представила, но и заставила всех хищников придерживаться этой извращенной диеты, чтобы хомячкам да козочкам жилось спокойно. Даже подписала особо буйных пожизненно сидеть на таблетках для подавления инстинкта. Правда, у лекарства настолько лютые побочки, что моя бы крыша давно собрала бы чемоданы. Но как-то так вариант работает. Особенно вкупая с пропагандой из всех щелей в духе «Мы с тобой одной крови», «Не ешьте братьев меньших» и бла-бла-бла. А знаете, что самое уморительное? Каждый житель этой утопии знает о существовании черного рынка, целого квартала магазинов и лавок, где вам отвесят столько килограммов свежего места сограждан, на сколько денежек хватит. А для особ с более утонченным вкусом есть набор живых блюд. В самом прямом смысле похищенный молодняк и добровольно распродающий себя по кусочкам взрослые особи. Правда, классно? Светлая сторона закона и порядка не в последнюю очередь базируется на насилии и пороке. Ничего не напоминает. Впрочем, уже с первого взгляда становится очевидной очень сложная аллегория на нашу действительность со всем ее многообразием характеров и экономик. А в центре сказочного повествования красной нитью пролила она самая – любовь. Аж сразу в нескольких смыслах. Няшный и кавайный в духе «Сумерек» мы опустим. Там все довольно просто и наверняка закончится примерно тем же. А вот про любовь к друзьям и правильному выбору давайте чуть подробнее. Собственно, реализуется эта тема во многих персонажах. Для одних – в жертвенном благородстве аж до причинения добра, для других – в собачьей преданности в самом прямом смысле. Но ярче всего вопрос раскрыт через главного героя. Дамы, господа и так далее. Знакомьтесь, волк Легоши – старшеклассник. Но не ояш, хотя упорно пытается сойти за такого, настойчиво отсиживаясь на задней парте. Оно и понятно – волчонку все время приходится контролировать адского монстра внутри себя. Животный инстинкт, что постоянно пускает слюни на нежное заячье мяско или норовит помериться тестостероном с гризлием. Убеждения у паренька самые правильные по местным меркам. И может быть, ему даже удалось отсидеться среди серой массы, да только жизнь все чаще и настойчивее подкидывает испытания. То заставляют стоять на шухере темной ночью или вызывают на дуэль, а то и вовсе банда якутс похищает любимую с целью кулинарных экспериментов. Ну и не в последнюю очередь приходится вычислять убийцу друга. Школьные годы чудесные, ничего не скажешь. Но не пугайтесь, школа тут только для декораций первой части. Дальше хлеще. Кстати, про любимую. Как вам пейринг волка и крольчихи? А если у крольчихи еще и жесткий экзистенциальный кризис на почве 18+, ну кажется, прозвучало четвервозвратнее, чем на самом деле, но будьте уверены, девица с таким характером, что еще можно поспорить, кто кого заабьюзит. Так или иначе, серому волчонку придется познать все оттенки морали. Чисто сюжет на части испытаний будет провисать по логике, но накал драмы от того только взлетит. Наверное, именно это зацепило японских читателей и порадовало многих наших, чьи восторженные отзывы исподвигли меня причаститься с его творением. Впрочем, время провела с кайфом. Увидеть, как герой, преодолевая обстоятельства, крепнет духом, это зачастую мотивирует и самому заняться делом. Ну, хотя бы немножко. Особенно, если щи разбавлены качественным, ситуативным юмором и чувственной лирикой. Все персонажи вымышлены, но видит босх во многих узнаешь. Обычные человеческие характеры и дилеммы, с которыми и сам сталкивался. Пусть часть сюжетов мы уже не раз видели в других тайтлах, но здесь мангака нашла такие ракурсы, что явственно слышишь треск рвущихся шаблонов. И вы меня спросите, окей, если все так неоднозначно и кроваво, увидим ли мы в конце, как Ромео нечаянно поужинает Джульеттой? Или может он все-таки моргнется в настоящего монстра, забив на всю мораль? А я вам отвечу. В манге всего 22 тома и истина где-то там. Кстати, не спешите добавлять новые полки в книжный шкаф. Издательство IST отличилось практичностью и выпускает по два тома под одной обложкой. И пять из них уже могут прописаться у вас. А пока ждете выхода следующего, рекомендую заценить два сезона аниме. Хотя бы опенинги, душевную стоп-моушен анимацию первого и стильную песню из второго. И да, в первых сериях CG и 3D будут резать глаз на фоне рисованного окружения, но аниматоры быстро исправятся. Обещаю. Ну что ж, приятного чтения, мясные рулетики. И не забывайте чаще бывать на солнце, ведь витамин D укрепляет веру в будущее. А Валерия с вами не прощается.